Российские парламентарии готовы в различных форматах оказывать содействие межсуданскому урегулированию, сказал в пятницу заместитель председателя Совета Федерации Илья Сумаханов. По его словам, не только российское руководство, МИД, но и общество ВыРО в целом внимательно следят за тем, что происходит в Судане, и мы заинтересованы, чтобы между Суданом и Южным Суданом было согласие, а посреднические усилия привели к миру и процветанию. «Ради этой цели российские парламентарии тоже готовы включиться в эту работу в разных форматах, в поддержку тех позитивных намерений, которые в том числе были достигнуты в Москве», — сказал Умаханов на встрече с главой МИД Судана Ибрагимом Гондуром. Сенатор подчеркнул, что российские парламентарии и раньше предпринимали усилия, чтобы оградить Судан от вмешательства извне, приведя в пример их работу в ПАСЭ. «Выступаем за развитие наших двусторонних межпарламентских контактов. При вашей поддержке также готовы активизировать такие контакты и появление групп дружбы, которые есть в СФ», — добавил Умаханов. Накануне в Москве в рамках российской инициативы по содействию нормализации межсуданских отношений прошли трехсторонние переговоры между главами внешнеполитических ведомств России, Южного Судана и Республики Судан. Стороны договорились активизировать работу по выполнению подписанного в 2012 году соглашения. Со своей стороны глава МИД ИРОВ Сергей Лавров пообещал, что Россия продолжит оказывать Судану и Южному Судану поддержку в переговорах по разрешению вопросов между двумя странами, и поддержка будет не только логистической. На протяжении четырех лет после отделения Южного Судана от своего северного соседа Судана страны так и не смогли договориться по ряду вопросов, в том числе провести демаркацию границы и референдум относительно статуса богатого нефтью спорного пограничного района Абей. Субтитры создавал DimaTorzok